Количество документов, подаваемых в отделение Росреестра в этом году значительно увеличилось, но сотни их были возвращены заявителям. Сотрудники Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии обращаются к лабутнанцам с просьбой проверять сведения при постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимость и прочее. У нас есть основания для возврата. Это первое. Если документы по формату, поданные в электронном виде, не соответствуют формату, установленным органам нормативно-правового регулирования. Далее, если отсутствует сведения об оплате государственной пошлины, которые не поступили в течение пяти дней, если документы, представленные на бумаге, имеют подчистки, исправления, и это не оговорено в тексте документа, и также имеется наличие записи о невозможности проведения регистрации без личного участия. Одно из главных условий – документы должны быть подписаны заявителем, особенно если они подаются в электронном виде. Электронное заявление вы можете подать, если у вас имеется усиленно квалифицированная электронная подпись, выдана соответствующим удостоверяющим центром. То есть эти центры можно найти на портале Росреестра. А вообще мы рекомендуем обратиться в кадастровую палату, которая тоже этим занимается, и это самое главное преимущество при сдаче документов в электронном виде. Кадастровая палата, МФЦ, интернет и отправка почтой – такими способами можно подать документы в Росреестр. Сейчас сотрудники окружного управления готовятся к проведению горячей линии по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и оказания государственных услуг. Звонки от жителей Лабытнанги будут приниматься 29 октября с 9 до 17 часов по телефону 5-24-40. Субтитры создавал DimaTorzok